В Литературном музее Дом Языковых Александр Михайлович, вы уже много лет являетесь директором государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. Вы один из его создателей. Как вообще пришла идея создать музей? Как-то я вот с детства увлекался историей. Ну, как все дети вначале, знаете, то одним хочу быть, то другим хочу быть. Вначале я хотел быть энтомологом. Вот бабочки, жуки, тараканы – это была моя стихия. Потом вдруг я переквалифицировался в химике, когда стали химию проводить. Я был прям страстным таким поклонником химии. Вот разные делал опыты. Ну, это все закончилось после того, как я сжег с серной кислотой все свои новые штаны, которые мне мама купила. Ну, вот на этом химия моя все закончилась. Потом я стал увлекаться историей. Историей, ну, как и все, мы воспитаны были на романах Александра Дюма «Три мушкетера», значит, «Королева Марго» и так далее. Все это перечитывал. Я очень увлекался историей Франции. Тем временем жили в Больших Везюмах. Я и родился там, да. Я родился, я уже местный житель, там я школу закончил. Ну, а потом мы как-то… Потом я стал заниматься уже русской историей, декабристами. Очень меня эта тема захватила. Потом, конечно, Пушкиным. Ну, и войной 1812 года. Вот. И поэтому вот эта тема, она до сих пор вот меня сопровождает. Война 12-го года. А затем у нас вот в нашем поселке образовался такой вот краевед Александр Иванович Миноградов. Он… Мы с ним очень познакомились, подружились. Я к нему часто в гости ходил. Ему было интересно, что я вот занимаюсь. Он все-таки уже в возрасте был тогда. Вот. И, в общем-то, мы задумали создать музей. Научно-исследовательский институт фитопатологии, на территории которого жил Александр Михайлович, выделил под музей церковный домик рядом с бывшей усадьбой. Так краевед и студенты стали создавать на общественных началах краеведческий музей. Мы создали этот музей. Там три зала. Ну, прялки, скалки, самовары. Что мы могли еще собрать. Там фотографии конца 19-го века. Мы рассказывали об истории этого места. Пять лет мы работали на общественных началах. Ну, когда весь энтузиазм, как говорится, заканчивается. Вот. Надо к какому-то приводиться, приходить. Музей работал только по субботам и воскресеньям. За пять лет его посетило порядка 30 тысяч человек. Было проведено свыше трех тысяч экскурсий. Это был экскурсионный бум. Ну, и мы, конечно, стали всякие письма писать. Письма, чтобы о создании здесь музея, Министерства культуры. Ну, все отнялся, знаете, отмахивались, как от надоедливых мух. Еще там сплетники какие-то появились. Молодой да старый, как мы говорили. Ну, и тогда вот у меня родилась такая идея. Мне подсказали мои товарищи, что сейчас готовится пленум ЦК КПСС. Тогда это было. Это был 87-й год. Даже пораньше немножко. 86-й где-то вот так. Готовится пленум ЦК КПСС. По вопросам культуры началась перестройка. Егор Кузьмич Легачев. Он занялся культурой. И если вы, говорят, ребята, вы попадете в струю, то, значит, вот вам повезло. Если нет, то вы никогда не создадите музей. Никогда. Я приехал к Александру Ивановичу. Я говорю, Александр Иванович, давайте напишем письмо. Только большие письма они не читают. На полторы странички мы написали, положили под стекло. И все, кто к нам приходил, они все подписывались под этим письмом о необходимости создания здесь музея. Мы собрали 2700 подписей. И все это было отправлено в Москва, Кремль, на деревню дедушки, как говорится, Егора Кузьмича Легачева. Письмо чудесным образом попало в руки Легачева. И маховик закрутился. Место было очень не очень-то удобное, потому что рядом с нами находился институт фитопатологии защиты растений. Это был такой секретный институт в то время. Рядом у нас погранный институт ФСБ России, КГБ тогдашний. Поэтому, знаете, как тогда американское радио даже написало, что в имени князя Голицына свелось осеное гнездо. Но вот понятно, что, ну, как перестройка, послабление, вот, уже все эти секретности все были сняты. И поэтому мы вот писали вот эти всякие комиссии, из ЦК КПСС приезжали из Минкультуры России, из Минкультуры Союза. Вот. И все они давали положительное заключение, что да, место очень хорошее, действительно очень богатая история. Потом вышло постановление Совета министров СССР о создании музея-заповедника Пушкина. На тот момент Рязанов работал в Центральном государственном архиве. Ему предложили возглавить новый музей-заповедник, но он отказался. Директором был назначен Александр Доминяк. Немного позже Рязанов все-таки согласился стать главным хранителем музея-заповедника. Ну вот 10 лет был главным хранителем, и вот уже 22-й, по-моему, 22 года я директор музея. Вот. Вы знаете, первоначально я много раз и жалел, потом перестал жалеть, и сейчас я не жалею. Да, ну не то, что я перекипел сердцем, но это, знаете, музей, чтобы работать в музее, надо его превратить в образ жизни. Иначе нельзя. Если ты не полюбишь музей, не полюбишь, то работать не надо. А музей полюбить, не полюбить невозможно. Если человек проработал в музее 3 года, то он уже остается навсегда. Он редкий. В музеях очень маленькая всегда текучка. Маленькая текучка кадров. Потому что работа, несмотря на небольшие зарплаты, работа очень интересная, работа творческая и совершенно не в пыли, как там говорили, что там сидят вот такие бабушки там. Но, знаете, работа в музеях очень интересная и очень благодарная. И когда ты видишь результаты плода своего труда, то это, конечно, очень дорого. А как у вас сейчас выглядел музей? Что в нем происходит? Вы знаете, наш музей сейчас превратился, если когда мы создавали наш музей, у нас не было ни стула, ни табуретки, ни стола, ни молотка, ни ничего. У нас не было все, мы из дома тащили. Мы, конечно, стали заниматься комплектованием. Директор у нас тогда занимался реставрацией памятников, потому что все были в очень плохом состоянии, в руинирном состоянии. А я занимался научной работой и занимался комплектованием предметов. То, что можно было. Мы ездили по салонам, по бабушкам, дедушкам, там выстраивали свои различные цепочки, где можно было. Дружили с таможней шереметьевской. И вот, что со следственными органами дружили тоже, если где-то там конфискат какой-то был, тоже нам передавали все это. И так вот получилось, что наш музей был создан на базе двух усадеб. Это усадьба Везема и усадьба Захарова. В усадьбе Захарова там практически остался дом, который был построен на фундаментах дома Мария Алексеевна Ганнибала в 1904 году. Был до этого пионерский лагерь. Ну, когда мы стали реставрировать, нам просто-напросто подожгли этот дом и сожгли наши недруги. Дом сгорел дотла. К счастью, там не было экспонатов. Архитекторы восстановили его по типовым проектам домов XVIII века, записям Пушкина и сохранившемуся подрядному договору на ремонт дома Марии Алексеевны Ганнибал. К 200-летию Пушкина дом был возрожден. А Веземам больше повезло, потому что там весь дворцово-парковый ансамбль, он весь сохранился. Было, да, было утрачено, принадлежал князям Голицыным, было утрачено только каретный старай и оранжереи. Почему он сохранился? Потому что после революции там сразу располагалось огромное количество организаций. Конечно, как могли, они сохраняли это здание, и, к счастью, оно не было брошено. Оно было под крышей, стояло, отапливалось все. Но когда, конечно, они все выселились, эти организации, все это было нам предоставлено, то это, конечно, была очень печальная картина. Надо было, полы были ужасные, сантехника вся в жутком состоянии, все, крыша протекает. То есть, ну, в таком, можно сказать, руинированном состоянии, внешний вид был, конечно, тоже неприглядный. Парк был весь заросший, в парке там и алкоголики собирались, и машины заезжали, и собаками выгуливали. То есть, парк погибал. И мы, в общем-то, за это время взялись, конечно, было трудно, но какими-то частями, где-то понемногу, потихоньку. Сейчас вот наш музей превратился в один из самых крупных музеев Московской области. Александр Михайлович готов часами рассказывать о своем музее, ставшем за долгие годы работы в нем родным. Историю места, где родился и где проработал более 30 лет, он знает досконально. С нами директор музея поделился малоизвестными фактами из биографии Пушкина. Если в Захарово у нас это музей детства Пушкина, мы рассказываем о Марии Алексеевне Ганнибала, бабушке поэта, которая была, фактически, она подарила нам Пушкина как основателя русского языка. Все шло от Марии Алексеевны. В пятилетнем возрасте Пушкин не знал русского языка, он говорил на французском. Мария Алексеевна, когда он приехал с Захарова, она научила его говорить по-русски, на грамотном, хорошем, правильном русском языке. Даже свою фамилию, помечица Ганнибала, она подписывала, переделала на русский лад. Помечица Ганнибалова подписывалась. А Везема – это князья Голицына. Это очень высшее дворянство. Это князья. Затем Дмитрий Владимирович получит титул светлейшего князя. Генерал-губернатор Москвы – это высшее дворянское достоинство. После этого только императоры, его члены императорской фамилии идут. И он, конечно, до этого эта усадьба принадлежала Борису Годунову. Александр Михайлович, я вас перебью. А почему же тогда вы дали музею имя Пушкина все-таки, а не Голицына? Ну, понимаете, понимаете, здесь много было всяких причин. Потому что, прежде всего, Пушкин – это наш национальный герой, наш национальный гений. С именем Пушкина и Веземах ведь – это же не только вот, это одна из страниц истории Везем. Их очень много, можно рассказывать очень долго. Но главное, что здесь был Пушкин. Он здесь был. Он подружился с князем Борисом, вот с этим молодым человеком, троюродным племянником. Он, настолько они подружились, несмотря на большую разницу в возрасте, Пушкин, вот его образ пронес всю свою жизнь. И он вылил его во многих произведениях. Пушкин пользовался книгами из библиотеки Бориса Владимировича Голицына. Часто они приходили, беседовали. В 1807 году Пушкину случилось большое несчастье. Умирает младший брат Пушкина Николенко в шестилетнем возрасте. И, желая под родней старшего братца, Николенко Александр Сергеевич, Николенко за несколько минут до своей кончины показал Пушкину язык. Это была страшная смерть. Вот был живой ребенок, и вдруг бездыханное тело. Для Пушкина она настолько, она его потрясла, настолько поразила, что он завещал себя похоронить в Захарово, в Березовой роще, в свои детские годы. Вот, пожалуйста, вот там буквально каждый камень, каждый напоминает нам о Пушкине. Расскажите, что вы нам привезли сюда? Да, а здесь, вы знаете, мы привезли очень интересные вещи. Вот, это альбом, это выставка одного экспоната, можно так сказать. Родилась она, вот как раз, сказал мне эту идею, мой друг, директор Оренбургского художественного музея, Юра Комлев. И вот, значит, он говорит, ну привези мне какую-нибудь выставку. Ну какой я тебе привезу, далеко ехать, да потом эти все страховки. Ну какой-нибудь один экспонат, давай выставку одного экспоната. Ну тут задумался я, что у нас есть альбом. Альбом очень интересный, девушка. Мы, к сожалению, не знаем ее имени. Она вместе со своим батюшкой путешествовала из Москвы в Астрахань. Он занимался продажей соли. И он взял с собой в это путешествие, в далекое. Вот они ехали на теплоходе, на пароходе там, может быть, потом они пересаживались в кареты. И ей он подарил альбом. Альбом подарил красной сафьяновой кожи красивой, с арабской вязью, с золотым обрезом. И вот молодые люди ей туда вписывали свои послания, стихи, пожелания различные. Акварельные рисунки вклеивали. Там 13 акварельных рисунков, в том числе даже портрет Александра Первого. Вот чудесные вещи. И мы провели целое исследование по этому альбому. Оказывается, те, кто делал ей надписи, там, в этот альбом, эти люди так прямо или косвенно были связаны с Пушкиным, с его окружением. Альбом был, это конец 30-х, начало 40-х годов, 19-го века. С Александром Михайловичем мы прошлись по выставке. Все страницы альбома отсканированы и экспонируются каждой в отдельности. Так что можно разглядеть рукописный текст. Как сказал директор музея, таким образом посетители получают уникальную возможность пролистать альбом. Выставку дополняют предметы дамского туалета. Например, флакон от духов, гусиное перо 18-го века, почтовый дорожник или описание всех почтовых дорог Российской империи, издание 1829-го года. Эти вещи подлинные. Ульяновцы смогут ими полюбоваться и рассмотреть страницы альбома до 10 февраля 2020 года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова